Представитель делегации гостей, первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев в Беларуси в целом и в Бресте в частности находится впервые. А потому в начале встречи разговор шел о первом впечатлении от города над Бугом. Несмотря на краткосрочность визита, программа была составлена так, чтобы представители страны-соседки смогли узнать о Бресте как можно больше. Масса впечатлений, очень позитивных впечатлений и от Минска, и от Бреста. Учитывая то, что все же я курирую городское хозяйство, поэтому мне больше интересует именно как работают городские службы. Обратил особое внимание, конечно, это на качество обустройства территорий, общественных территорий. Великолепное, во всяком случае, мы увидели и парков, и скверов. Это очень хорошие, качественные тротуары, дороги. То, что касается регулирования дорожно-уличной сети, это тоже на очень высоком уровне находится. Обратил внимание, естественно, и на наружное освещение, и на подсветку, то, что вчера успел увидеть. То есть, очень-очень много таких позитивных впечатлений. К слову, именно благоустройство городской среды – одно из возможных направлений для сотрудничества Бреста и Челябинском. По словам Юрия Параничева, два города могут найти точки соприкосновения во многих сферах – от культуры до жилищно-коммунального хозяйства. Есть очень много интересных тем. Есть у вас такие прогрессивные некоторые моменты, которые мы уже сегодня обсудили, и которые нам только еще необходимо будет решать. Но я думаю, что и у города Челябинска тоже есть чему поучиться. Председатель Брестского горысполкома Александр Рогачук заинтересованность в повышении уровня взаимодействия поддержал. По словам городоначальника, Брест всегда готов к диалогу и сотрудничеству. Если есть желание, Брест готов вас принять и делегации деловых кругов, и формат коммунальных служб. В зависимости от интереса. Потому что нам есть чему учиться у вас. Вот вам что-то, знаете, у нас. Это все взаимопогащающие связи, которые, в принципе, только на пользу друг другу. Справочно. Брест и Челябинская область уже сегодня важные партнеры, к примеру, в экономике. Внешнеторговый оборот за январь-сентябрь текущего года составил 5 миллионов долларов США. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2016-го – 110%. И это еще далеко не предел возможностей. Что, впрочем, характерно и для остальных сфер отраслей. Еще есть куда расти. Анастасия Стропкоя, Дуард Бакунович, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.